Виталий, приветствую тебя! Традиционная встреча. Обсуждаем по вторникам с тобой рынки. Подсказываем тем, кто следит за нашим совместным контентом, как можно распоряжаться текущим фоном и с точки зрения фундаментального фона, и с точки зрения технического. Говорим о ключевых событиях. Самое главное из них впереди, грядет. Кстати, у нас будет возможность прям за день до него на следующей неделе с тобой еще раз обсудить личную ситуацию, потому что самое главное событие, друзья, в ближайшее время это заседание американского регулятора. Сегодня тоже на своем брифинге делал акцент на него, считает, что переоценить значимость этого события почти невозможно, потому что он действительно будет судьбоносным от того, что будет сказано американским регуляторам касательно перспективы дальнейшего курса монетарной политики. Будет в конечном счете все зависеть для доллара. Сможет ли он сохранить какие-то предпосылки для роста, либо все-таки мы увидим дальнейшее развитие вот этого снижения, пробой психологической круглой цифры 100 пунктов и потом уже снижение ниже. Сейчас перед заседанием Финдрезерова все, конечно же, гадают, делятся на два лагеря. Кто-то считает, что доллар будет расти, кто-то считает, что будет снижаться. Я сегодня озвучу свою точку зрения. Она, в принципе, не изменилась с момента прошлого эфира. Я думаю, что американская валюта сохранит вот этот нисходящий тренд, потому что даже если ФРС повысит ставку на 25 байсных пунктов, ну, нужно признать, что, скорее всего, это произойдет. Действительно, потому что вероятность этого почти 90%. Это будет, скорее всего, последнее повышение не только, скажем, в этом году, но и в текущем цикле ужесточения монетарной политики, потому что дальше мне видится лишь перспектива возможности ее снижения. Сегодня я наткнулся на очень интересную статью от Банков Америка о том, что есть прогнозы относительно того, что первое снижение процентной ставки может произойти в сентябре. Ну, не знаю, это слишком рано, но, опять же, я не ответственен за решение, которое принимает американский регулятор. Если они найдут необходимым, сочтут необходимым это сделать, то, конечно же, будет уже и смягчение монетарной политики, что, в конечном счете, еще больше добьет доллар. Ну, кстати, да, и вот я перебью, чтобы я не забыл по поводу отставки, как раз тоже есть интересный момент, потом давай ты договорись, чтобы я не забыл главное. Ну, давай, давай. По поводу ставки, вот ты сказал, что, ну, поднимут, согласен, я на это сильно не обращаю внимания, я смотрю, как это повлияет в долгосрочной перспективе, да, потому что краткосрочно, да, согласен, возможно, там будет ослабление доллара, там, возможно, что-то с фондовым рынком, но что будет там в течение полугода, года, двух лет и так далее. Вот был интересный момент недавно в Конгрессе США, какой-то сенатор по какому-то направлению, я точно не помню, скажем, как зовут и так далее, проводил, скажем, заседание было, кто-то из ФРС давал показания в Сенате по поводу вот этого банкротства банков, вот этого Republic, там, вот этих, да, ну, я думаю, все понимают. И спрашивают его, этого чиновника с ФРС, а вы проводили стресс-тесты? Ну, говорит, мы там проводили, если там идет снижение ВВП, там, это, а вы проводили стресс-тест по, если идет повышение ставки от ФРС? Нет. То есть, понимаешь, они даже до такого момента, они даже не понимают, что сейчас происходит. Они вот повысили ставку, и вот проблемы уже у кого-то начались, но в перспективе, вот если даже изучить за последние, там, 20 лет, когда повышали ставку, то есть фондовый рынок, он ложился очень сильно, да, с каким-то лагом, но в долгосрочной перспективе, скажем, там будут проблемы. Плюс, они даже не знают, что с этим делать, если оно наступит, да, у них нету, скажем, как бы, нету понимания. Вот это очень сильная проблема, то есть, вот до какого уровня, и еще по поводу главы ФРС Джерома Пауэлла, помнишь, мы еще, когда его назначили, обсуждали, что он юрист, то есть он вообще в этом не разбирается. Этот юрист, знаешь, где он раньше работал? В каком фонде? Если, как фонд называется, не помню, ну, короче, фонд Бушев, да, где инвестируют Буши, и вот эти даже, семья Усами Бен Ладена, да, то есть он раньше там работал юристом, и его оттуда назначили, то есть это нужно понимать, что из себя представляет ФРС, да, кого туда назначают, и что это за контора, и поэтому, когда, ну, ты правильно, иногда делаешь отсылки, что вот ФРС думает о чем-то и так далее, с экономической точки зрения ты правильно говоришь, но если посмотреть с другой, то есть они думают о себе, то есть как бы деньги заработать, а что будет с финансовыми рынками, с долларом и с этим, то есть, скажем, это уже проблемы, кто держит этот доллар, кто держит там акции, облигации и так далее, то есть их задача заработать, скажем, и все. Ну да, согласен с тем, что это все-таки частная контора, это не такие центральные банки, как стоят, например, за Европой, за другими развитыми странами, это действительно все так, и согласен также с тем, что банкротство банков для ФРС, вроде бы как для регулятора, который все должен был видеть на 10 шагов вперед, это тоже было неожиданностью, поэтому они не нашли ничего другого, кроме как по пожарным, опять же, обстоятельствам решать проблему печатания новых денег. Это не делает им, конечно же, не добавляет очков в их копилку каких-то мудрых решений, но хочется верить, что все-таки там не дураки, хотя некоторые, согласен, решения заставляют задуматься о том, не переоценивали мы их вообще возможности. Да, вот помнишь, когда была инфляция, начиналась, да, в прошлом году, как ее называли? Временная инфляция. Да, да, да. К чему мы пришли? Мы пришли к инфляции сколько в США, там, 9 или 8 процентов? Она приблизилась к 10, да. К 10, в Европе 10, да, там в Британии на прошлой неделе данные были выше 10, да, то есть она даже не падает. То есть и они напечатали кучу денег, пришла инфляция, они такие, ну это временно, и потом бах, 10 процентов, а потом, ага, что делать? Что мы умеем делать? Повышать ставки, ага, а как появляют ставки? Ну, пока не знаем, они даже стресс-тесты не проводили по этому поводу, как проводятся, да, по разным направлениям, и поэтому это будет тоже таким сюрпризом для большинства. Короче, ФРС действительно решает проблемы по мере их поступления в данном случае и не забегает вперед. Поэтому заранее, конечно же, предвидеть, какие решения будут впоследствии, невозможно, но если говорить с точки зрения экономической теории и попробовать спроецировать идеальные условия действия американского регулятора на то, что происходит с долларом, я повторю, что я считаю, что в текущих условиях, скорее всего, чтобы не сделать ФРС, это все равно будет постепенный уже отказ от ужесточения политики, что, надеюсь, влияет соответствующим негативным образом на динамику курса американского доллара. Давай к демонстрации экрана перейдем. Как раз у меня индекс доллара открыт. Текущая котировка 101.15. Я, честно говоря, был удивлен, что вчера так сильно продавили доллар, потому что думал, что будет вялая динамика буквально до заседания педрезервов, до следующей недели. И тем более, что новостной фон с точки зрения экономического календаря был абсолютно никакой, никаких интересных релизов. Хотя до конца этой недели будут еще отчеты по выводу, ВВП, будут еще данные по личным доходам, личным расходам, сможем оценить потребительскую активность. Если кому интересно, можете посмотреть в экономическом календаре прогнозы не самые лучшие, что может убедить, опять же, те, кто еще сомневается, окончательно убедить в том, что ФРС фактически в одном шаге от того, чтобы завершить вот этот текущий цикл повышения ключевой процентной ставки. Я буду пока что придерживаться в рамках этой недели шартовой сделки по индексу доллара. Не рассчитывая на то, что будет более серьезное снижение, и, как уже отметил, перед Федрезервом, перед заседанием Федрезерва, у нас с тобой будет возможность еще раз встретиться в следующем токе. И там уже ближе к делу, буквально за день посмотрим, где котировки будут находиться вот к тому моменту. Пока что шорт – это основная рекомендация по этому активу. По европейской валюты против доллара текущие котировки 1.10.35. Видим то, что тянут евро выше уровня 1.10. Но нужно отдать дань уважения этому сопротивлению. 1.10 прям скидывает оттуда этот рубеж покупателей. В частности, вот сейчас котировки выше 1.10. Но я не удивлюсь, если будет в ближайшие часы, дни, развиться снова коррекция, и пара идет ниже уровня 1.10. Но в любом случае, я вернусь к тем рекомендациям, которые давал ранее. Я рекомендую евро рассматривать только с точки зрения длинных позиций. И согласен с экспертами Банков Америка, вот делаем сегодня уже отсылку на них и Сити, что в ближайший месяц-полтора пара евро-доллар приблизится к отметке 1.12 и будет консолидироваться какой-то период времени рядом с этим рубежом. Тем более, что на следующей неделе тоже заседание Европейского центрального банка. Если по Федрезерву мы, наверное, общими усилиями, скажем так, рынка пришли к выводу, что будет еще одно повышение, а потом пауза, то в отношении Европейского центрального банка пока что этих пауз даже не рассматривается. И ЦБ намерен дальше бороться с инфляцией. И потенциально я допускаю, что мы можем наблюдать за повышением ставки на каждом заседании Европейского центрального банка до конца этого года. Вчера вышел отчет АИФО «Бизнес-оптимизм Германии». Это не суперобъективная статистика, не такая, как от университета ЗЮ, но тоже индикатор состояния немецкого бизнеса, немецкой промышленности. Цифры неплохие, что вкупе с ростом сферы услуг Германии, да и по еврозоне в целом, на мой взгляд, подстегивает, как бы подогревает инвесторскую уверенность того, что Европейский центральный банк может пока что не думать о негативных последствиях дальнейшего ужесточения монетарной политики и не сомневаться в том, что это потенциально правильное решение. По рыночному сантименту хочу тоже подсветить. Очень хороший перекос между покупками и продажами. Больше 70% трейдеров в продажах сидит. И причем это уже не первую неделю. Это продолжается уже практически месяц. И мы видим то, что евро в этот период времени пользовалось потенциальным спросом. И сейчас, чем выше забирается европейская валюта, тем выше уверенность тех, кто евро шортит, что вот-вот произойдет разворот. Настолько значительный, что европейская валюта снова вернется к отметке 1.05. Я пока что думаю, что это маловероятно. И рекомендую текущий сантимент вкупе с тем фоном, который я озвучил, использовать как очень хорошую базу для принятия вот этих решений на покупку. Поэтому моя рекомендация – покупать евро с целями 1.12 и потенциально даже выше. И по поводу золота тоже, раз уж сказал про рыночный сантимент, очень хороший показатель по золоту. 65% трейдеров золота шортит, 35% соответственно покупает. И мы видим то, что золото локально минимумы обновило в конце прошлой недели в районе 1970 долларов за тройскую консул. Но золото все равно выкупает. И чем активнее снижается курс доллара, чем активнее снижается доходность облигаций, тем больше спрос на этот инструмент. Думаю, что до заседания Федрезерва мы все-таки обоснуемся по этому активу в районе 2000, ну и потом, конечно же, нужен будет какой-то хороший фундаментальный триггер, то есть непосредственно само заседание ФРС. И иногда рекомендую мыслить амбициозно, масштабно. По золоту я все еще сторонник того, что этот актив не просто локальный максимум обновит, а обновит исторический максимум. И потенциально после заседания Федрезерва я думаю, что можно будет претендовать на движение выше 2050 долларов за тройскую консулу. Вот на этих актив пока остановлюсь. И далее. Слово тебе. Всех приветствую. Так, давайте пройдемся по, скажем, тем моментам, которые я в прошлый раз обсуждал. Обсудим топ-3 инструмента и добавлю топ-4. То есть это будет евро, повторюсь, золото, повторюсь, S&P 500, повторюсь. И давно не смотрела нефть. Да, скажу свое мнение. Есть там среднесрочные, скажем, какие-то идеи по данному инструменту. Итак, по евро-доллару. Что мы в прошлый раз с тобой аналогично? Мы работали на покупочку, да. Я в этом диапазоне говорил покупать данный инструмент. Там говорил о, скажем, некоторых моментах. Покупка была с текущих, когда я говорил, в прошлый вторник. И говорил, что нужно подождать там определенную комбинацию. Тогда можно будет более уверенно сказать о покупках. Да, потому что по другим инструментам аналогично говорил. И там некоторые пошли не по плану. Тот же канадский доллар пошел на сильную коррекцию, да. И это очень важно, да. Я со своими ребятами ждал, пока это все закроется. Хорошая комбинация будет. Тогда мы покупали евро, да. На текущий момент, если кто раньше покупал, можно удерживать евро-доллар и выше, да. Я назвал такие цели более глобальные 1.15. Дойдем ли мы до них или через какие-то сложные коррекции, время покажет. Кто ранее не покупал, стоит ли покупать с текущих евро-доллар, ну, сложно сказать, да. В принципе, возможно, но, скажем, на максимумах. Я не любитель такого делать, да. Вот если будет, возможно, сегодня плюс-минус завтра какая-то еще локальная коррекция, чуть пониже, то, возможно, прикупить евро-доллар. Пока мы находимся, так скажем, в этом тренде, вот он четко его видно, то можно рассматривать покупку евро-доллара. Если мы его сломаем, то тогда в евро, возможно, откроется хорошая дорога, там, где-то в район 1.07 и не исключаю там 1.05. Такой вариант не исключаю, так как у нас, вот если посмотреть евро так глобально, вот этот рост, который был еще начался в сентябре прошлого года, да, такой мощный, у него была одна коррекция зимой, да. И достаточно ли это коррекция для такого мощного роста, возможно, мы еще раз будем тестировать 1.05, чуть ниже, там 1.04, 1.03, и только потом снова покажем бурный такой рост на 1.15 и там плюс-минус, возможно, выше. Вот этот вариант у меня стоит как альтернатива, и при появлении хорошей возможности я буду шортить евро-доллар с целями там 1.07, 1.05 и ниже. Была такая у меня спекулятивная вчера сделка по индексу доллара там с топ-лоссом 10 пунктов, 15, она не сработала, но посмотрим. Дальше, по золоту, аналогично, в прошлый раз говорил за покупочки, аналогично у нас идет поджатие, вот минимум все выше-выше, пока золото в прошлую неделю закрыло такой негативной тенденцией, да, ни вверх, ни вниз, я еще, скажем, как бы жду возможного роста на обновление максимума, который у нас был в текущем месяце, поэтому покупочки актуальны, да, кто ранее не покупал, возможно, купить с текущих вот стоп-лоссы за прошлонедельные минимумы, хотя, конечно, не исключаю там какой-то ложный вынос, поэтому вот евро и золото у нас совпадают мнения. По поводу индекса S&P 500, видим, уже нет у его силенок показывать какие-то новые максимумы, более сильные. Мы, когда во вторник общались, я говорил, что возможно дальше рассматривать покупки, кто ранее не покупал. Мы там пытались во вторник какой-то локальный максимум вот здесь показали, но дальше, скажем, закрылись по итогу дня ниже там ключевого уровня сопротивления. И на текущий момент я даже пытался там пятницу шортить S&P 500, писал в Telegram канале. Снижение было, ну, такое минимальное, да, кто там спекулирует, можно было заработать. И на текущий момент сложно мне определить, куда пойдет рынок. Если даже смотреть по отчетам, у нас начался период отчетов квартальных, некоторые компании отчитываются, и если взять комплекс там по индексу S&P 500, то отчеты хуже ожиданий, там даже за последние там несколько кварталов, несколько лет, да, мы на каких-то минимальных значениях. И рыночек могут свозить и вниз. Но пока здесь шорты очень сложные, я бы пробовал, если мы сегодня, конечно, удержим вот этот уровень локальной поддержки, это у нас получается 4.135 условно, да. Ну, сейчас идет давление, желательно сегодня подождать, как дневочка закроется. И пока мы выше уровня 4.100, я еще есть какие-то надежды на рост. Ну, очень сложный сейчас индекс. Я бы, если кто-то там рассматривает длительные позиции, то был очень осторожный обязательно со стоплосом в районе там 4.100 приблизительно. Ну и по новым идеям, это у меня нефть марки Brent, о ней я уже давно не говорил, уже практически там месяц. Было несколько идей в текущем месяце, когда открылся вот этот ГЭП, да, вот по поводу сокращения саудитов по добыче нефти. Я говорил, что возможно там работать на закрытие ГЭПа. Мы его практически закрыли, да, на днях. Напомню, весь, всю зиму, там, декабрь, январь, февраль, я говорил о среднесрочных шортах. 70, 60, 70 мы сделали, 60 не сделали. И на текущий момент я перевернул доску на глобальный рост, ну как глобальный рост, в район 90.100, да, по нефтемарке Brent. Писал как раз на выходных рассматривать покупочки в районе 80. Мы немножко оттуда оттолкнулись, несколько долларов. Но я не исключаю, что мы можем еще раз туда, скажем, сходить. Если мы туда сходим, и будет реакция на данный уровень, какой-то ложный вынос, возможно, там где-то в районе 78. Я бы здесь набирал нефть, и у нас здесь хороший потенциал, то есть получается область 90 и 100. Здесь, если так посмотреть, но это, возможно, будет длительная история. Почему? Потому что здесь, если так посмотреть с техники, вот это левое плечо, голова, да, и правое плечо, оно может очень длительно формироваться. Поэтому, если кто-то будет покупать, то обязательно все время где-то в районе 88 плюс-минус 87 фиксировать часть, так как у нас могут вверх-вниз, вверх-вниз возить, вот как вот здесь было, да. И чтобы не сидеть в позиции там месяц-два и все время там плюс, потом ноль, плюс ноль, что-то зарабатывать с этого. Вот такой у меня подход по нефти. У нас был хороший, неплохой здесь импульс заходной. И, как я рассматриваю, возможно, сейчас идет коррекционное движение. Закончилось ли оно вчера, позавчера, да, или мы еще будем тестировать, это вопрос времени. Поэтому ждем в районе 80 там какой-то ложный вынос и покупаем. Спасибо, Виталий, за рекомендации. Следим, смотрим за тем, как рынки в итоге отработают эти идеи. Следующая встреча во вторник за день до итогов заседания американского регулятора. Я думаю, что будет логично, если мы сосредоточимся как раз на решении их дезерва и посмотрим, что может случиться с долларом. Ну и если будем знать, опять же, что происходит с долларом, можно сказать, будем точно знать, что случится и с рисковыми инструментами. Важные события впереди. Виталий, еще раз тебе большое спасибо, что подключился, обсудил рынки, подсказал, как, что можно использовать. Сейчас тебе тоже хорошего трейда в рамках этой недели. И до встречи во вторник. Пока. Пока, удачи. Продолжение следует...